I have ways of blowing things off. У меня есть карта-ключ. Чёрт. Я сразу зашёл в эту дверь, подумал, что здесь начнём нашу серию. Ну, блин, ладно. Окей. Сверху на листовке написано «Каждый рабочий член правления». Внизу логотип профсоюза, надпись «Требуем демократии». Пишущая машинка Деви. Название модели указано на задней панели. Очень за неё рад. Угу. Кстати, тут есть ванная. Это я заберу. Спасибо. Это я заберу. Тёмные очки офисные. И это я заберу. Le Jordan 921. Кто-то оставил кофемашину включённой. Может, я кофейку попью? Стандартный конторский шкаф с картотекой. Похоже, ящики заперты. Ты присматриваешься получше и замечаешь, что кто-то забыл закрыть один из ящиков. Напрасно. Профсоюз оставляет бумаги вот так, без присмотра. Конечно, открыть ящик. Ящик послушно открывается. Внутри расставлены по порядку коричневые папки. Посмотреть папки! Сотни документов с данными о поставках. Можно выделить два типа транзакций. Поступление в Ревашоль материалов из внешнего мира. Из Мунди, Града и даже Индельмарата. Индельмарата. Ладно. И выдача тех же материалов компаниям в Ревашоль. Среди множества районов, в которых направлен импорт, перечислены Курон, Коул-Сити, Дельта и Джемрок. Есть что-нибудь интересное? Посмотреть документы. Название, кампания, даты, количество и проценты. Продраться сквозь эти дебри очень сложно. Ты пытаешься сосредоточиться, но строки плывут у тебя перед глазами. Блин. Спасибо. Посмотри на эти расплывчатые строки. Твоя же собственная сила воли делает тебя таким неуклюжим. Ты словно абсурдистский самарийский монах, пытающийся сосредоточиться путем отказа от сосредоточения. Тебе практически удалось вскочить на коня герминевтики, однако вместо этого у тебя перед глазами поплыли непонятные буквы. В них больше эстетики, чем смысла. Я не полностью фокусирую зрение. Все формы начинают плавать. Вы пытаетесь проделать это с папками? Да. Заблокировано, потому что оно было красным. Понятно. Ясно. Его взгляд становится строгим. Скорее всего, это не относится к нашему делу. В конце концов, мы тут не для того, чтобы расследовать тайны бухгалтерии. А там было что-то интересное, я уверен. Ящик послушно закрывается. Печаль. Ладно. Что мы берем? Краткое описание. Что, 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 что? Так, одежка новая. А что у нас? Эти очки у нас что дают? Логика авторитет. Плюс логика минус авторитет. Плюс визуальный анализ. Минус драма. Давайте. Давайте я их одену лучше. Так, предметы. Открытка. Номинированная открытка с видом на другую сторону реки. Прошло немногим больше 10 лет после войны, а восточный берег уже полностью восстановлен. На холмах роскошные сады и резиденции. Возле фонтана кто-то припарковал небольшое воздушное судно. Эту открытку можно продать за кругленькую сумму. Мне пора бы заняться, кстати, торговлей. Фотография татуировки. Это фото тут... Ну так, хорошо это есть. Взаимодействовать. Том первый, номер 4. На обложке ежеквартального журнала напечатан большой шарж на покойного короля Фреселек. К его голове представлены раскидные белые рога, доходящие до самых углов журнала. Причем тут Фресель. При том, что Фресель был неумелым, глупым и жестоким правителем. Короче говоря, воплощением всего того, что хотели свернуть коммунары. Это сатира, понимаешь? Пролистать страницы и посмотреть, что бросится в глаза. К великому разочарованию ты не находишь ни одной цветной картинки. Страницы покрыты колонками убористого текста, которые изредка перемежаются с небольшими черно-белыми рисунками. Ты несколько раз пролистываешь страницы большим пальцем, потом возвращаешься к оглавлению. Журнал делится на несколько рубрик «Международное положение, Kunst und Kultur» и «Местные вопросы». На внутренней стороне обложки напечатана колонка редактора. Прочитать колонку редактора. Давайте. Мы же пришли в порт читать журнальчик, конечно. Товарищ, как ты знаешь название нашего журнала, взято из бессмертного выражения Мазова? «Ду криста а ла фюми». Так он говорил о том, как жесткие кристаллические структуры капиталистической идеологии при коммунизме превращаются в дым. Ну, учитывая, что если фьюм – это пар, испарение, дым, фюми, ду кристалли... Ну, это, скорее всего, французский. К сожалению, французским не владею, но схожесть с английским немножечко проглядывается. Но и мы, как те структуры капиталистической идеологии, сами рискуем превратиться в а ла фюми, то есть в дым. В отличие от многих изданий, готовых пичкать свои читатели, ободряющие размазнёй ле фюми, не боится говорить радикальную правду, даже когда эта правда может отпугнуть потенциальных подписчиков. Всего четвёртый выпуск, а они, похоже, уже растеряли всю свою читательскую аудиторию. Так что, если ты ценишь наш радикальный мазовский взгляд на современную политику, культуру и международные отношения, пожалуйста, подпишись на наш журнал. Похоже, подписки были важны всегда и везде, и всем. Кажется, это коммунистический журнал. Конечно, там про Мазово говорится. А чего вы ожидали? Он лежал в кабинете профсоюза дебордёров. Они же наверняка его и финансируют. Ты перелистываешь страницы обратно в начало, вновь открывая оглавление. Международное положение. Хочу узнать, что творится в мире. Ну-ка. Рубрика начинается с длинной и утомительной статьи, критикующей последний тур переговоров о свободной торговле между странами Эпис и независимыми Семенинскими островами. Потом ты пропускаешь статью о контрабанде Мазута через Меско-Мессинскую границу, что-то о медвежьей борьбе в Самаре, о книжных бунтах в Югограде. Стоп, стоп, стоп. Медвежья борьба? Вернись-ка. Ладно, давай посмотрим. Похоже, что это часть новой общественной программы здорового образа жизни в Самарийской народной республике, которую разработала и продвигает в массы никто иной, как президент Кнежинский. Согласно этому заслуживающему всяческого доверия источнику, конечно же, дядя спорт, как называют президента любящий народ, недавно объявил медвежью борьбу национальным видом спорта в СНР. Я понимаю, что СНР это такой намек на СНГ бывший, да? Хорошо. Что за дядя спорт? Что там за президент у них? Если верить тому, что говорится в статье, то это чрезвычайно компетентный и демократический избранный президент. Ну, типа, понятно. Сапармат Кнежинский по прозвищу «Спорт» занимает пост СНР уже третий десяток лет. За пределами Самары он в основном известен тремя вещами. Жестким подавлением внутреннего инакомысля, циклопических масштабов коррупции и прочей патологической одержимостью физической культуры. Замечательно, теперь пойдем к новейшей борьбе. То есть такой самодержец. 20 лет у власти, 30 лет у власти. Ну, я думаю, кто захочет, увидит параллели. Тут все просто. В обычной схватке один мужчина или, в некоторых случаях, женщина выходит против одного медведя. Для два участника один ринг, пять раундов. Или пока кто-нибудь не утратит дееспособность. По данным Министерства информации, СНР программа приходит с ошеломительным успехом. Общественная поддержка стоит 87%, а показатели ожирения алкоголизма среди молодежи снизились на 12,7% соответственно. Мы говорим о СНР. Если ты думаешь, что это реальные цифры, то я знаю парня, который готов продать тебе мост в лащурте. Что-то не верю я в эти цифры. А что ты... А ты что, статистик, что ли? Может со мной журнал разговаривать? Прикольно. Моралит Терн тебя факты проверять послал. Это партийная линия СНР, товарищ Ким. Как думаешь, может наше дело привести нас к СНР? В Самарийскую Народную Республику он поморщил? Нет, я думаю, что нет. Почему спрашиваешь? Да я подумал, что это здорово было бы посмотреть «Медвежью борьбу». Так просто. Знаете, не так давно я слушал познавательнейшую радиопередачу о традиционных самарийских народных танцах. Похоже, что костюм у них просто экстраординарный. Как бы то ни было, нет. Я не вижу никаких свидетельств того, что в этом деле есть самарийский след. Хорошо. Что такое кюнст ин культюр? Ну, культура, культура, я так понимаю. А кюнст... Сейчас посмотрю. У тебя уходит некоторое время на то, чтобы разобраться, но похоже, что кюнст и культура это искусство. И культура. Искусство. Хорошо. Почему эту рубрику решили назвать на вальском? Тебе неведомо. Круто. Пролистывая рубрику, ты видишь несколько рецензий на свежие радиоспектакли и небольшую заметку «Художник в центре внимания». В ней рассказывается про местную художницу, известную под инициалами С.Ч. Крайне рад за нее. Главным материалом вопрос, впрочем, является длинное эссе, а заглавленное «Тип-топ-турне» – критический мазовистский взгляд. «Тип-топ-турне» – это интернациональная серия гонок, знаменитая высокими скоростями, неприлично дорогостоящими рекламными контрактами и огромным числом жертв. В Ревошоле ее этапы проходят каждые 4 года на престижном гоночном треке «Карусель Zero». Про С.Ч. прочитать? Ну, давайте. «Художник в центре внимания» оказывается коротким списком вопросов и ответов, и неприкрытая враждебность опрашиваемых к интервьюеру делает еще короче обычного. Понятно. Ладно, посмотрим, что эти коммунисты говорят о «Тип-топе». «Ты ожидаешь увидеть в статье спокойное подведение итогов прошедшего сезона разбавленной, может быть, каким-нибудь забавными историями и наиболее ярких гонщиках. Фиг. Вместо этого ты понимаешь, что пролистал статью на десяток тысяч слов о политически проблематичных аспектах «Тип-топ-турне». Погоди, что с ним не так? С чего бы начать? Ну, во-первых, вопиющая коммерциализация спонсорства, а во-вторых, практически преступный акцент на смертельных катастрофах. То есть, фактически всё. Кто это написал? Это любопытно. У статьи указано два автора. Настер... Настеп Эн Калада Барнель и Сульбюхер. Я уверен, что это не настоящий имена. Стоп, почему не настоящий? Ну, так не звучат настоящие имена. Ну, ладно. А ты когда-нибудь встречал хоть одного человека по имени Иссул? Ну, перестань. Очевидно же, что это псевдонимы. Что плохого в спонсорстве? Каждое стремление приводит... Каждое стремление, говорится в статье, при капитализме имеет свою цену. Каждое удовольствие, даже такое примитивное, как радость от гонок, сводится к возможности для рекламы. Таким образом, так называемое турне становится соревнованием между более бессмысленными олицетворениями брендов. Твой стиральный порошок по акции соревнуется в гонках с пачкой сигарет Астра или даже с Фрите. Верно, а потом ты видишь, как они разбиваются. Именно в этом и заключается проблема. Если бы не перспектива случайного и зрелищного насилия, аудитория бы потеряла интерес. В конце концов, на самом деле, ты все это смотришь, чтобы увидеть, как на твоих глазах разлетится на куски болит за 750 тысяч реалов. Ну, нет, я лично уверен, что мне действительно нравятся гонки. Само собой, ты так думаешь, но подсознательно жаждешь увидеть охваченные пожаром бренды. Наверное, я об этом смысле никогда не думал. Это потому, что ты не читал критически, но не волнуйся. Весь смысл таких статей в том, чтобы позволить кому-то другому читать критически вместо тебя. Кем в этой статье говорится, что никто на самом деле не смотрит тип турне ради гонок? И что, статья может читать ваши мысли? Нет, наверное. Ну вот, не стоит зацикливаться на претензиозности, на претензиозных брендах каких-то юнцов. Бреднях брендах, бреднях. Могу поспорить, что они никогда даже двигатель изнутри не видели, не говоря уже о гонках. Все, что они пишут, стоит воспринимать с изрядной долей скепсиса. Не с изрядной, с полнейшей. Посмотрим, что они имеют в виду под местными вопросами. Вполне ожидаемо. Большая часть рубрики занята выражением безоговорочной поддержки в адрес бастующих докеров. Понятно. Ты просматриваешь заголовки. Покрасим порт в красный и белый. Мартинез укращает Уайлд Пайнс. Восставший город. Сначала мы захватим Мартинез, потом захватим Дельту. Потом проснемся. Да. В самом конце рубрики приютилась короткая статья некоего Г. Мартена, обвиняющего владельца жилого комплекса Кейпсайд в незаконной попытке выселения ориентаторов коммунистов всего лишь за то, что те не платят арендную плату. В самом деле. Как можно выселить человека за то, что он не платит за свой... Блин, офигеть. Это... А, слушайте, а это не тот случайно квартира, из которой выкинули студентов, которые мы нашли... Ну, помните, коммунистская квартира, которую мы... Ммм, надо будет попробовать связать. Хорошо. Если бы не Уайлд Пайнс, у всех у них не было бы работы. Брать деньги просто за возможность где-то жить действительно... Пфф, сейчас. Я думаю, для всех было бы лучше, если бы пролетариаты, гипоталисты смогли бы прийти к какому-то равному соглашению. И почему меня это должно волновать? Это не имеет никакого отношения. Я думаю, вот это... Сработал навык. Я, кстати, не знал, что это будет оно, но спасибо. Я откуда-то из воздуха достал один реал. Согласно этим статьям, частные предприятия — это просто средства организации труда, которые без них не существовало бы. Извините. После этого статья называют Уайлд Пайнс кошмарной транснациональной пиявкой, высасывающей жизнь из рабочих Мартинеза. Всё. Давайте... Блин, я с фоткой могу повзаимодействовать. Надо было сразу это сделать на месте. Затейливое переплетение синих линий растянулось от правого плеча до солнечного сплетения повешенного на каждом... Та-та-та-та-та-та... Так, это мы читали. В Азоре есть что-то этническое, но незнакомое. Кто же ты? Фотография. Ушедший. Что означают эти татуировки? Это тебе придётся выяснить. Дальше без помощи не продвинешься. Можно спросить кого-нибудь, кто знает историю. Кстати, кто знает историю? Женщина в коляске, в танцах, в тряпье. Надо с ней поговорить. Убрать фотографию, да. Хорошо, про это мы не так долго разгов... Миночку, а про... С кружкой мы взаимодействовали, да. С кружкой мы взаимодействовали. Хорошо. О! Тут прям... Радио испускает странное жужжание. Кстати, ну нет, ну тут должно быть радио, это неподозрительно. Ммм! Это было уйти, я не посмотрел на иконку. Нет, 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 нет. Я на улице? Ха-ха-ха! У меня опять зависла иконка взять. Круто. Я не знаю, это они так и не исправили. Печаль. Punch Clock Payphone. На стене на тебя смотрит солидное устройство, что-то среднее между табельными часами и таксофоном. Сбоку висит записка. В связи с забастовкой жетонов нет. Используйте мелочь. Сейчас. Хотя, может, мне это надо. Здесь, получается, я сяду его ждать. Ну, давайте. А, не. Отпечаток огромной задницы на подушке и кофейные следы от кружки на подлокотнике. Кто-то типа важный здесь сидел. Так, погодите, ребят, погодите. Я перезапустил игру, потому что с зависшим курсором играть неинтересно. Я, кстати, стал задумываться о том, что в игре стало гораздо меньше музыки, но я думаю, что это связано с тем, что мне пришлось... Ну, я поставил галочку, чтобы убрать музыку с авторскими правами. Теперь в игре просто стало меньше музыки, потому что музыка с авторскими правами не включается, а, видимо, ее замены какой-то нету. Это печально. Ну, хорошо. А это мы сейчас... Это все территория порта. Хорошо. Для сбора дождевой воды. Логично. Wild Pines. Вокруг неподвижные гигантские машины. Я могу туда пойти, туда, вверх. Ух ты. На контейнерах нарисованы белые сосны, как будто заснеженный лес. А, это не поцарапанный контейнер, это белые сосны. Ладно. Стоп, 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 стоп. Где там моя сумочка? Предметы, одежда... Нет, инструменты. Черт, а где мой пакет? Не говори... Куда делся мой пакет? Блин, ребят, вы че? Погодите. Фигурка, кстати, да. Он же в инструментах был? В одной из моих рук. Я... Погодите, погодите, погодите. Мне нужен пакет. Вы че, тут стопутово бутылки есть. Сигаретные бочки здесь пачки три, не меньше. Ну что, пустых бутылок из-под красного командора? Ну блиин! Погодите, а это не то место случайно? Будка ночного охранника. Это будка ночного охранника. Табличка на двери гласит Рене Арне. Слушай, можно пару минут и себе посвятить. Сядь, передохни. Значит, тут работает Рене. Надо осмотреть. Сесть и отдохнуть. Будка ночного охранника. Стул здесь не такой эстетичный, как остальные интерьеры... Как остальной интерьер будки, но сиденье лежит тонкая серая подушка, привязанная черными тесемками к ножкам. Поискать что-нибудь, что может помочь. В ящиках почти ничего нет, кроме старых табелей, учета времени до квитанции. Однако ты находишь коробочку и... С какими-то дешевыми анальгетиками, немного просроченными. Ким, ты не против? Лейтенант пожимает плечами. Я не собираюсь указывать вам, что делает детектив. Прочитать про побочные эффекты. Ох, я даже и не знаю, с чего начать. Повышенный риск слабоумия, микроинфаркты, болезнь пророка, внезапная смерть, выпадение волос, ректальные дисфункции, критическое скопление газов, разжижение крови, черная желчь, неконтролируемый плач, повышение чувствительности к леоперам, неоперабельный порог суставов, полный позвоночный коллапс. Не думай об этом, скорее подумай о чем-нибудь еще. Я полицейский, мне нужно заниматься полицейской работой, раскрывать убийства, помогать людям, кем рассчитывает на меня. Да, давайте вот это. Забрать. Ого, и то, и другое получено, прикольно. Ты забираешь энергетики, все, теперь они твои. Встать. Так, обыскать. А, значит, вот тут работает РН, надо осмотреться. Если настаиваете оглядываться вокруг линия, но по-быстренькому, пожалуйста, мы здесь у всех на виду. Ты не находишь никакого криминала, в шкафчике чисто, все его немногочисленные содержания аккуратно разложены. Содержимое. На столе стоит фотокарточка в рамке. Забрать фотографию. Фото счастливой пары. Надо будет посмотреть. Сейчас не могу, хорошо. Это черно-белая фотография молодой пары на уличной ярмарке. Юноша, это Рене. Найдет в мундир королевских карабинеров. Девушка очень красивая. Она весело улыбается в объектив. Для чего вам фотография Рене, спрашивает лейтенант, взглянув на фотокарточку. Я хочу спросить его о снимке. Я собираю фотографии для фотографии. Хочу спросить его о снимке. Вас здорово заинтересовал этот старый солдат. Удивленно отмечает он. Я не совсем понимаю, по какой причине, но если это не займет слишком много времени, почему бы и нет, в самом-то деле. Мне нужен пакет! У меня сейчас голова занята тем, что у меня нет пакета. Это жаль. Тут есть бутылки. Wild Pines. Это же получается... О! Здравствуйте! Плач полицейского. Как я тебя раньше не заметил. Похоже, это кто-то оставил на перилах свой брезентовый плащ. На спине четкая и дна белая прямоугольная эмблема Ревашольской гражданской милиции. Смотрите, лейтенант. Кто-то забыл свой плащ. Да, скорее всего, это были вы. Он смотрит на тебя. На нем все все-таки эмблемы РГМ. Думаете, нужно его достать? Форменный плащ, который вам выдали в участке? Да, думаю, нужно взять плащ. Ты прикасаешься к плащу и чувствуешь сквозь пальцы, что он будто пытается тебя успокоить. Неплохо так я плащом разжился. Фото. Одежда. Что у нас? Плащ у нас вместо дождевика будет. Полицейская волна и трепет. А ты у нас? Стойкость. Давайте пока одену. Дождя нету, кстати. А, сюда я пройти не могу. Хорошо. Ну, фотографии, которые вы нашли, надо будет с Рене поговорить. Ну, нет, блин. Опять курсу... Нет, ну ладно, в этот раз я уже не буду перезаходить. Но это бесит. Просто для протокола. Вниз я не могу пойти. Хорошо. Мне нужен пакет достать. Я не знаю, куда он делся. Он порвался или что с ним случилось. Но мне нужен новый пакет. Я могу туда подняться, что ли? Вряд ли. Погодите, ну... Что если я... Да, я не могу... Ой, тут ящичек есть. То есть, там есть вещи, которые можно пощупать. А, это возможно... Это отсюда, смотрите. Отсюда можно выйти, пройти здесь, подняться здесь, к ящику и сюда, на крышу. А это у нас находится... Вот у нас повешенный. Это двор, в котором... Тут куно, тут куно. А вот это вот... Мне нужно попробовать разбить вот эти доски. Хорошо, надо не забыть про это. Пойдемте пока по порту пошастаем. Мы все равно пока не можем выйти отсюда. Теоретически. Хотя у нас есть карта рабочего. Стоп, 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 стоп. Панель управления краном. Выцедшие панели управления с несколькими кнопками. Две из них, Элюмер и Тейнре, почти стерлись от часто использования. Мне кажется, отсюда нужно управлять тем огромным краном, с крюка которого свисает контейнер. Нажать. Кран с громким улязгом поворачивает стрелку, перенося огромный металлический контейнер. Уфига себе. Вот это я делов натворил. И с неожиданно тихим стуком Контейнер опускается на землю Порт спит, вдалеке все громче звучат Голоса бастующих кран Может отдыхать, его цель достигнута Его цель? О чем? Какая цель? Переместить этот контейнер Естественно, с этой целью он был построен Для этого он работал, теперь он отдыхает Не понимаю из-за чего был весь сербор Он смотрит на кран Хотя, конечно, увидеть кран в работе Было очень приятно Уйти, я пока не буду нажимать Вторую кнопку, погодите Здравствуйте, денежки Всегда рад вас видеть На платформе Видна потертая надпись Квалсунт В контейнер можно заглянуть Створк грузового контейнера Перед тобой грузовой контейнер Такой же, как множество других на площадке Мне кажется, это необычный контейнер Летина вздыхает Опять то же самое, что было с той стеной Может быть, не знаю Думаю, нужно провести более тщательное расследование Правда? Потому что мне так не кажется А что, почему нет? Здесь миллион других контейнеров Почему вы зациклились на этом? Этот был повешен на кране Я просто чувствую, что он особенный Может быть, в нем контрабанда? Лейтенант на мгновение задумался Очень может быть Но мы здесь не за этим Мы здесь не для того, чтобы разговаривать с контейнером А для того, чтобы снять тело с дерева Открыть дверь Ты пытаешься провернуть ручку, но без толку Похоже, здесь запорный механизм Продолжить Слева от тебя лейтенант в некотором не то время Пытается проанализировать твои действия Постучать дверь Нет ответа Раздается глухой металлический звон Прежде контейнера ничего нет Пока что Так, а могу ли я... Погодите, погодите, погодите Я так просто... Нет, погодите Инструменты, инструменты Болторез Фонарик не... И мы потом попробуем Может монтировку попробуем? Давайте монтировку попробуем Открыть дверь Так Так Погодите Похоже, не откроем Жаль А ведь такая возможность есть Значит, типа Я что-то сейчас не понимаю в этой жизни Вот же он, пакет Погодите А на что я с... А, я не смотрел Я смотрел в инструментах или нет? Я смотрел в предметах Его не было Да, да, да Это сейчас было... Вы, наверное, там сейчас сидели Такие, рука, лицо Типа Вот же пакет, чувак Как ты его не видишь Оп, 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 оп Ордынском Квалсунт означает Фьерд китов Окей Теперь я знаю Спасибо Идем бутылочки подберем Это важно Взять Взять я же могу каждую подобрать офигенно я тоже не забуду есть бутылочки собрали так он но он же не обнулится ладно пока в руках потаскаю а сам по себе пакет дает никакие давайте я пока вот так и перу до надо потом прийти так хорошо получается что получается куда мне сейчас погодите давайте-ка я нажму другую кнопку беру этот контейнер пока что а все я уже не уберу с тобой ничуть не надо нет хорошо то есть сюда мне по идее а я могу сюда пойти точно по крышам опа 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 на верфи царит необыкновенная тишина огромные машины спят громкоговоритель не издает ни звука сейчас расположены в расположении ниже верфи рабочие работы не ведутся не сказано радует что тут нельзя свалиться хорошо так ну искусный запах топлива почему-то надпись появилась там так перчатки от фаун серии ультра если видите я могу вскрывать эти коробки с помощью болтореза хорошо один сумрак погодите у меня разве не было а у меня были перчатки были были нормально электрохимия давайте я пока с этими похожи один реал никогда не откажусь а надпись черта балану еще денежка контейнер 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 баннер растянулся под весом дождевой воды и снега белые волны что-то там это там так это зайти вот мне нужно с этим чоком ну мне нужно не снимать изначально поговорить но просто клео контейнер контейнер покрашив красный цвет контейнер контейнер прекраснее лога нет он напевает свою песенку про контейнер выдумывая слова на ходу у него такой сильный акцент что сразу довольно ясно что он убит с исчезающего полуострова уби сун орфографическая схват орфография сохранена на мунди раньше был уэльпайнс контейнер контейнер теперь забрал эврар тщедушный мужичонок так увлечен работ что не замечает тебя привет эврар 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 он присматривает к он присматривает за всеми что ж приветствую улыбается он чем я могу вам помочь господин хороший я так смотрю вы не из профсоюза господин хороший потерялись вы же не из этих анти стать антистаточников по его добродушному лицу пробегает тень вы что-то имейте против них ну то есть там ты я не против народ есть народ понимаешь всем на что то есть он ждет твоего ответа просто кто-то из наших не очень жалуют их антистаточника если вы понимаете о чем я господин хороший ты уби верно о да родился и вырос в и раньше господин хороший маму ли пришлось сбежать от папочки как он так как он начал руки распускать вот мы и оказались здесь в новом новом мире мне было лет десять от акцента уже не избавишься про уби рассказывают всякие такие вещи касательно овец и прочих животных и всякого такое просто хочу сказать ничего подобного никогда не было там откуда я родом они это просто грязные сплети про овец ладно спасибо что внесли ясность что делать с контейнерами логика белая кстати о перекрашиваете самые контейнеры вот такие дела чтобы значит странных было лучше видно он мешает он машет сторону возвышающихся за его спиной контейнеров что-то происходит спасибо блин 58 это неудача ну как все-таки красивая красная если выглядеть как братья когда в детском восторге оглядывайте все эти великолепия погодите они перекрашивают контейнеры папа папам пам эти старый цвет контейнеров это цвет уайлд панец вы перекрашивать их в красный вы что собрались груз весь этот спирить все таки края ну ладно так и есть господин хорош так и есть для радостно оглядывает по сторонам все прям стало так живенько такие дела такие дела не хотелось бы прерывать такой трогательный момент но это значит что они меняют логотип компании на логотип профсоюза что в свою очередь означает что в ближайшее время забастовка не закончится а где все в порту никого нет а почти все ребята упу ворот следят чтобы кисточники не пробрались внутрь он наклоняется вперед будто делится секретом у нас забастовка всего профсоюза когда ты бастуешь работать не надо мы уже два месяца не работаем то есть никто не работает там у ворот конечно нет конечно не все ахмыкает он господин эврар как всегда в своем офисе и жан люка хранит ворота он задумывается а вот тит его парни вязались по пьяни в какую-то заварушку и еврар отправил их в отпуск погулять на недельку или вроде того он замолкает на по его виду ясно что он хочет поделиться подробностями какой заварушка не ввязались мне вообще нельзя про это говорить дело профсоюза он улыбается наклоняется к тебе он его парни заварили какой-то кашу в городе значит наверное на пи напились сильные в драку завели или что-то еще я слышал что господин эврар говорит чтобы отдохнули чтобы отдохнули не говорит им чтобы отдохнуть немножко ну что именно они сделали наверное парни раз разошлись чутка и решили выпустить пару подробности я правда не знаю парни такие понимаете ли снова хмыкает он вот не дрался со средней школы притормози лео сосредоточность на парнях харди он оборачивается к тебе и ища поддержку погляди на него толку ты от него не добьешься даже не пытайся просто плыви по течению лев какую драку они ввязались они убили наемника слишком поздно губы лео продолжает двигаться словно продолжают лица слова продолжать лица потоком слова слова и поглядите-ка еще слова этот парень может продолжать в том же духе до морковного заговенья теперь он расскажет про какого-то пьяного владельца лесопилки а нет переключился на другую удочку которая у кого-то было блин дочь пошел знаешь что пора перерывать его парочка вопросов здесь работаешь да да всем нужна работа это стало быть моя я кстати леонард леонард белик но все зовут мне лео он поднимает руку и приветствую в пресном жести я вроде как у господина еврара правая рука когда господин еврар уезжает а когда к спине еврар уезжает то я у господина еврара правая рука усмехается в день сколько ты трендишь чуваку просто нельзя так самом деле правая рука мисс бафор только женская рука потому что она дома он снова добродушно усмехается кто такая мисс бафор этим он поднимет глаза налево очень неладная дама кожи у нее как конфетки дюс дюнсов не знает французский извините не могу прочитать которые моя благоверная так обожает их так приятно пососать после ужина когда мы вдвоем садимся послушать радио и не могу слушать радио весь день здесь столько всего надо делать и все время занят все кручусь такие дела такие дела погоди что за мисс бафор а лизия настоящий умница разумница господин еврар справляя отправляет и учиться в какую-то модную школу на восточном берегу и четыре года не было когда вернулась стала вся из себя модная и адвокатская очевидно что очевидно он уважает это слово но она милая девушка выросла в наших краях все знают со всеми уживается когда-нибудь значит станет станет настоящим столпом общества это точно если бы у меня и моей благоверной был бы ребеночек я бы счастлив был бы чтобы он был похож на нее но жена не может иметь детей это так доктор лометра сказала значит она в этих делах разбирается на уже 50 лет докторствует какие дела он отдыхает и затихает глядя на тебя своими короткими пронзительными глуби кроткими голубыми глазами так может он и про юридическую может он про юридическую школу не посредница ли это профсоюза также известная как садовница кстати да она темная надо будет посмотреть как выглядит леврар этот похоже на то да значит это так и есть не знаю что такое посредник на что она милая девчушка и умница тщедушный мужичок улыбается обезоруживающей улыбкой смутит ли садовницу если ты скажешь что знаешь ее настоящее имя возможно стоит попробовать кстати это да это интересно а что вон в том контейнере в этом он смотрит на контейнеры это вроде как пустой должен быть здесь много контейнеров которых ничего нет они просто ждут разгрузки я вам говорил я разыскиваю представителя профсоюза представителя профсоюза докера но так вам значит нужен господин эврар он расчудесный парень просто до ужаса расчудесный он его брат оба раз чудесные парни жили туточки всю жизнь прям в наших краях он откашливается продолжает поле ребят такие как господин эврар и господин эдгар его значит брат они отличные сделали мартина с таким как он сейчас господин эврар и господин эдгар и я мы все в одну школу ходили до когда были ребятишками полегче ли я просто хочу знать им не его найти а господин эврар там же где и всегда в своем офисе значится он указывает на два соседних контейнера справа ладно счастливо сколько что трендишь чувак концептуализация почему искусство тебя так тебя вдохновляет 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 да что вообще такое искусство отличный вопрос искусство это 1550 фигасе это результат творчества и разнообразных областях изобразительные литературные музыкальные театральные это воплощение воображение мастерства кроме того это история критика и просто чистое наслаждение в общем искусство это высшая форма коммуникации в которой переплетаются репрезентация нарратив эмоции и а посредством посредованное воздействие я смог бы часть стать частью мира искусства ну то есть ты давно последний раз зеркало смотрел с такой бородой в такой одежде ты просто вылитый художник художественный критик дикий всклокоченный пророческий возможно тебе даже стоит попробовать себя в критике архитектуры пожалуй в последнее время и правда настроен критически да ты в поиске содержания речи речь не о банальном воплощении и воспроизведение общественных нрав которые мы лицезреем надушных душных биоаналия говорю о настоящем живом искусстве стань арт копом наполовину художественным критиком наполовину копом стопа разве не должен быть копом на все 100 мне же надо раскрыть надо ниже дел надо раскрыть все такое вот именно твой долг не только в том чтобы задерживать уличных преступников но и в том чтобы уловить ловить преступников печатной прессы и галереи этих вторичных малевателей и графоманов вперед арт коп покажи всем свою дикую критику рови этот мир в кулачок то ли себе в клочки и вновь собирай воедино арт коп звучит неплохо так у нас пустоши реальность и арт коп еще две идеи усваиваются мне пока нравится такой расклад посмотрим когда мы дойдем до максимума но пока что мне такой расклад очень даже нравится глянем что у нас тут так кофе в этом огромном термосе еще теплый попили бы не лестница из поддона введет вверх чучело рыбы из которого сделали часы он кстати вроде как белый я не знаю хотя если его я не знаю кто его жена и его . получается метис если это она садовница нужно будет об этом задуматься ну даже ким подтвердил что садовница это возможно она хорошо я предполагаю что с ним сейчас будет огромнейший длинный диалог и нам придется хорошенько потрудиться чтобы выйти из него победителями поэтому давайте оставим это должно следующую серию начнем прямо с этого пока что на этом все спасибо что были с нами ребятушки всем удачи добра бобра все молодцы всем покеда а 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 Субтитры сделал DimaTorzok